Визит профилактический, то есть задача еще раз напомнить о нормативных документах, которые необходимо соблюдать. Особенно это важно для точек питания, чтобы едой потом не отравиться. Самое первое на первое работа с системой Меркурий, компонентом Лис-Витис. Работаем? Работаем, работаем при каждой поставке. Система Меркурий отслеживает продукцию животного происхождения. Это, например, мясо, рыба, консервы, мороженое, колбасы и пчелиный воск. С помощью такой программы Россельхознадзор видит весь путь продукции. От производства до полки в магазине или блюда в ресторане. То есть в системе есть даже подтверждение о ветеринарной проверке животного, от которого товар произведен. Молочная продукция, сыры, молоко, сливки. Потому что я вижу, у вас есть кофемашина, соответственно, у вас должно быть также молоко поступать от поставщика. Смотрите, у нас под документ. Первый профилактический визит был в точку питания, которая к системе подключена. То есть всю продукцию можно отследить. И к мясу здесь нареканий нет. Так что за профилактический визит можно смело расписываться. Вся используемая вами продукция животного происхождения должна проходить через систему Меркурия. Потому что там подтверждается ее безопасность. Да, я понимаю. Павлюсь, мое отметим. Вот здесь, пожалуйста. Ознакомлено? Ознакомлено. А после наша съемочная группа с сотрудником Россельхознадзора отправилась, что называется, в первые попавшиеся точки питания. И приключения начинаются сразу. Продавец отправляет в соседний павильон. Дескать, две точки соединены. Узнать ИНН и провести профилактическую беседу можно там. Отправляемся туда. И снова мимо. Сосед-продавец отправляет обратно. Говорит, документы там. После такой чехарды находим стенд потребителя. Потребнадзор. И как же мне узнать ИНН владельца. Сгорем пополам ИНН это находим. Вводим в систему Меркурий и видим ответ. Смотрим ветеринарные документы. Нас интересуют входящие в ветеринарные документы. Как раз на продукцию животного происходят. Смотрим входящие. У них поступает сейчас мороженое. Вот дата поступления. Соответственно, мясной продукции я здесь не нахожу. То есть, в торговую точку, которая торгует шаурмой и иже с ней, завозили только мороженое. Мяса здесь, судя по системе Меркурий, нет. То есть, по факту, оно без маркировки. И отследить, где оно куплено, нельзя. А, соответственно, и нельзя отследить качество такого мяса. И такая ситуация далеко не в одной точке города. За текущий год, по настоящий момент, управлением проведено 131. Мероприятие профилактическое в отношении 114 хозяйствующих субъектов. Из них 26 хозяйствующих субъектов не имеют совершенно никакой регистрации в системе ВИТИС. И, соответственно, вся продукция, которая у них находится в наличии для реализации, находилась без ветеринарных документов, подтверждающих безопасность той продукции. Из этих 26 хост-субъектов 28 адресов на данный момент не имеют прослеживаемости. В пищевой продукции. И, соответственно, безопасность ставится под вопросом. Напомним, визит профилактический. То есть при выявлении нарушений выносится предостережение. Причина – 336-е постановление Российской Федерации, в котором сказано, что если есть нарушения, то объявляется именно предостережение. То есть документ с информацией о том, какие пункты хозяйствующий субъект нарушил. И предложение, как эти нарушения исправить. А само исправление уже на совести продавца. Потому безопасность лежит на плечах самого потребителя. Лучше всего выбирать какое-нибудь проверенное место, которое вы хотя бы уже немножко видели некоторое время. Заметили не новое место какое-нибудь. Видеть, что оно обустроено хотя бы. Не просто ларек, стол и просто мангал рядом с ним. Хотя бы какое-то место, чтобы был хотя бы информационный лист на этой площадке с информацией. Об этом предприниматель в юридическом лице, который осуществляет здесь место. Ну, деятельность свою. Соответственно, хотя бы вот эти пункты уже можно быть немножко уверенным, что данный хозсубъект соблюдает законодательство Российской Федерации. Башкирия, апрель. Юноша купил шаурму, в которой была сальмонелла. У мужчины отказали несколько органов. Он впал в кому и пролежал в больнице несколько месяцев. Сейчас он идет на поправку. Его ждет долгое восстановление, строгая диета и дорогие лекарства. Курск. 11 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Отравились суши в одном из местных кафе. Примеров в последнее время в федеральных СМИ хватает. Так что безопасность каждого лежит на его собственных плечах. СМИ хватает.